На исходе 1237 года на русские княжества с огнём и мечом обрушились монголы. Это не был обычный набег соседей кочевников. Русь заполонила несметная армия Великой Восточной Империи, покорившая Сибирь, Китай, Иран, Среднюю Азию. Даже восточные свидетельства говорят о 120-140 тысячах воинов, собранных ханом Батыем. Их были тьмы, и тьмы, и тьмы. Пали Рязань, Коломна, Москва. После взятия Владимира нашествие бурно разлилось по всей северо-восточной Руси. Кострома, Галич, Тверь. «Всю ту страну и грады многие, всё то плениша, тоже и до торжку, и взяша городов четырнадцать, а прочь слобод и погостов». Пишет летописец по свежим следам событий. Русь же раздроблена на сотню княжеств, крупных и мелких, беспрерывно враждующих друг с другом и неспособных к совместному отпору. И тем не менее, на каждом шагу монголы встречают отчаянное сопротивление. Пять дней выдерживает осаду Рязань. Лишь на восьмой день удается штурмом взять Владимир. Семь недель героически обороняется Козельск. С непокорными, не сдающимися на милость, монголы расправляются особенно жестоко. Силы были неравны. А через два года нашествие обрушивается на южное княжество. Запылали Чернигов, Владимир Волынский, мать городов русских Киев. Из 1400 укрепленных поселений на Руси сохраняется лишь десятая часть. Остальные сравнены с землей. Люди из Биша от старца до сущего младенца, грады и церкви святые, огневы придаша, монастыри все и села Пашгоша. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. На земле, истерзанной набегами, войнами, наступает передышка. Но мир этот зыбкий, унизительный, купленный дорогой ценой. Чиновники из Орды проводят поголовную перепись уцелевшего населения, чтобы никто не мог уклониться от дани. Назначенные ханом представители Баскаки наблюдают за ее сбором. Дань тяжелая. Десятина с каждого двора. Множество повинностей с торговли, промыслов. Искусные изделия гончаров, кузнецов, резчиков по дереву и металлу потоками уплывают во рту. Лучших работников уводят в баллон. На Руси, раздавленной Азиатской Ордой, сворачивается строительство, затихает деловая предприимчивость. Работа землепашцев, ремесленников утрачивает смысл. Непокорство же, сопротивление, отказ платить дань грозят разорением, жестокими набегами. Приходит конец и княжеской вольнице. Теперь право на княжение надо регулярно подтверждать в Орде, ездить за ярлыком, оплачивая его щедрыми приношениями. Орда пользуется своей властью, чтобы разжигать междоусобицы устранять строптивых, насаждать покорных и в средствах при этом не брезгует. Немало князей из таких поездок вообще не возвращаются. Убит строптивый Михаил Черниговский, Михаил Тверской, князья Иван Рязанский и Федор Старозубский. Разумеется, мучительно проходить между очистительными кострами, обязательными для неверных. Но положение безвыходное. Во второй половине тринадцатого века Русь переживает четырнадцать опустошительных набегов один за одним. На необъятных просторах зарастают нивы. Люди разбегаются по лесам. Всеобщее оскудение, голод замирает всякая жизнь. Год 1380-й. Куликовское сражение. Первая великая победа Руси над татарами. Начало освобождения. И бяше чудно зрение. И дивно победа. Год 1395-й. Самым разрушительным грозило стать нашествие Тимура. Тимир Аксака. Или по-русски Железного храмца. Киприан, митрополит Киевский в Сея Руси, посла славный град Владимир по икону владычица наша Богородица. Из идущи на провожание чудные тоя иконы южа проводиша честно, с верою и любовью, со страхом и желанием. Сплачем. Торжественно, с мольбой, Матерь Божия, спаси землю русскую, встречали москвичи святыню Владимира. А в это же время видел Тимур странный сон. С высочайшей горы спускались к нему святители с золотыми жезлами в руках. Над ними парила жена в царственных ризах с великим воинством, грозя Тимуру. В тот же день и час полчища Тимура внезапно обратились в бегство. Убояся, то страшися и смятейся, восколебашися, аки, некий меганин Быша. Сама же икона вернулась во Владимир, где после набега Талича ее, возможно, реставрировал Рублев. Окончательно пришла икона в Москву в Успенский собор Кремля в 1480 году после знаменитого стояния на Угре и бегства хана Ахмата, которое предание тоже связывает с чудотворной иконой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова